К другим темам. Своё кино, а вернее свой кинозал, получили жители села Батырево. Теперь фильмы и мирового, и отечественного проката они могут смотреть в своём клубе. Кинозал «Кинобатыр» объявляется открытым! Здесь всё, как на открытии любого кинофорума. Традиционная красная дорожка, легендарные артисты в своих самых знаменитых образах. Чарли Чаплин, Мерлин Монро, рядом с ними российские актёры. И пусть в ролях местные жители, значимости события это не умаляет. Именно так и должен открываться настоящий кинозал. Всё моё детство было связано с кино. Без фильма мы, без кино мы как-то не жили. У нас самое главное увлечение было это кино. А сейчас мы раньше ведь, чтобы в кино попасть. Знаете, что делали? Вам не секрет. Нам просили, денег мало было, просили у родителей, извините, куриные яйца. Их продавали и на эти деньги заходили в кино. Вот так и были случаи. И вот туда смотрели с улицы. Значит, вот такой интерес был. А сейчас, пожалуйста. По такому торжественному случаю на большом экране отечественный фильм Клима Шипенко «Салют-7». Фильм действительно легендарный. История о советской орбитальной станции держит в напряжении весь зал. Мы рады, потому что в «Салют-7» там есть космонавты. Они взлетают в космос, у них проблемы. И это очень интересно. На патриотических кинолентах выросло не одно поколение. Но на протяжении многих лет у жителей Батырева не было возможности смотреть фильмы в таком хорошем качестве и на таком экране. Наш культурно-досковый центр участвовал в конкурсе, выиграл 5 миллионов. И на эти средства были приобретены кресла для кинозала, кинооборудование полностью, экран. Поэтому от городских мы совсем не отстаем. Эти деньги получены в рамках федерального проекта, который реализует фонд кино. В очередном его этапе участвуют еще 13 учреждений культуры Чувашии. В этом году появилась возможность уже получить средства федерального бюджета. Был создан проект «Местный дом культуры» по всей России в клубах сельских проходит с модернизацией и ремонтой. В этом году Чувашской республике выделено из федерального бюджета около 34 миллионов федеральных и 4 миллиона из республики. За эти средства будут до конца года модернизированы 25 клубов, 31 клуб будут отремонтированы. Так, на модернизацию к зыл Чешминского сельского дома культуры в Батыревском районе было выделено 500 тысяч рублей. На эти деньги купили телевизор, видеопроектор, усилитель, световой прибор и другое необходимое оборудование. Хватило денег и на обновление костюмов для местного ансамбля. А в деревне Долгий остров Батыревского же района модернизировать постройку 1974 года смысла не было. Решили строить новый современный клуб. Сметная стоимость дома культуры – 15 миллионов рублей. Вот наружные сейчас работы полностью завершены, можно сказать. По крыше тоже все материалы привезли, окна остальные заказали. С целью задачи нам сегодня до дождей, до морозов войти вовнутрь и до 30 декабря полностью это сдать. Все коммуникации к зданию подведены. Подрядчик обещал сдать объект вовремя. Татьяна Трофимова, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.